Привет, друзья! Отгремел парад, я вас поздравляю еще раз с Днем Победы. И хотел бы я вот что. Наша школа же Школа Человек Будущего. Поэтому вот я вам объясню, почему я, когда мне пишут, а вы почему не соединитесь там с таким-то доктором, который трезвостью занимается там или там, еще чего-то. Я сейчас вам объясню. Ну, Школа Человек Будущего это на самом деле отрезвление людей, чтобы был здравый смысл, с горячим сердцем, чтобы люди лучше соображали. Но самое главное – отрезвление. Ну, почему я тогда с ним не встретился? Потому что он говорил о трезвости в прямом смысле слова. Он говорил о том, как алкоголь, чтобы бросить пить. Но мы же это и тоже делаем. У нас есть разные темы. У нас есть философские, у нас есть об искусстве, у нас есть конкретно, допустим, там продвижение друзей, у нас есть там и другие темы. Ну, вот сейчас мы затеяли там одну рубрику, которая называется «Из мастерской» Хасайлиева. Ну, там о том, как учиться рисовать или петь, или писать стихи, как снимать сжатости, чтобы лучше творить или выступать. У нас же много разных тем. И вот я сейчас еще одну тему хочу, такую рубрику сделать. Она, например, так будет называться, поскольку я обещаю каждый раз, и даю каждый раз новые приемы на основе ключа. И вы подключаетесь и тоже пишете. И я сейчас уже собираю все эти письма, чтобы в новой книге были с вашими именами ваши разработки. Но я хочу еще вот такую рубрику сделать. Не только из мастерской Хасайлиевой, но чтобы люди быстро разбирались. Потому что у нас же много роликов там. И ликбез бесплатный, где каждый желающий может войти в Zoom, задать вопрос, как снимать стресс, как обратить энергию стресса в созидательные моменты и так далее. Но я хочу вот такую рубрику сделать из нейролаборатории. Вот из нейролаборатории. Ну, чтобы человек сразу смотрел. Вот эта рубрика из мастерской Хасайлиева, значит, это будет о творчестве. Там из нейролаборатории, значит, там будут новые приемы. Новые приемы. Да, и там будут идеологии с теми, которые разрабатывают свои варианты на основе принципов ключа. Да, это будет очень интересно. Почему я говорю о трезвости? Хочу, чтобы люди все имели здравый смысл. Потому что вот мне Миша Зинович, в свое время журналист из «Правды», из «Правды», газеты «Правда», очень такой маститый журналист, он мне говорил как-то, ты знаешь, говорит, а у Пушкина решение всех вопросов есть. Ну да, на самом деле, и он мне привел пару примеров, очень интересно. А сейчас мы разговаривали, и вы знаете, что я дружу с Газенко, с Романом. И он тоже мне про Пушкина сказал. Вот видите, как интересно. И он сказал, и гений парадоксов, друг. И так вот, я вам хочу в следующий раз новый прием показать, как обещал. Суперский. Да. И сказать, чем отличается мозг олигарха от мозга Менделеева. Вот это интересно, правда? Потому что это очень сильно связано со здравым смыслом. Потому что, в принципе, даже засыпая человек, когда проходит стадию между сном и бодрствованием, нулевую стадию, где идет обнуление, обнуление от всех неприятных впечатлений, от напряжений, когда он выходит на парадокс, у него так гениально себя открывается, гений парадоксов, друг. В чем она заключается? Он с геномом со своим творческим сталкивается. Творец человек по природе. Что тут говорить? Это миллионами лет эволюция в нем работает. И когда он между сном и бодрствованием, когда происходит обнуление, когда он освобождается от впечатлений, там всяких накопленных стрессов, в сон когда переходит, как говорил Иван Петрович Павлов, сон это состояние, ну, психологическое, если говорить своими словами, я скажу. Когда мозг решает проблемы уже своим способом. То есть там рациональное мышление и иррациональное мышление. Это я своими словами говорю, то, что говорил Павлов. Вы можете почитать, что он говорил. Что это субъективный способ решения объективных проблем. Ну да, действительно. И вот это очень интересно. Очень интересно. Чем отличается мозг олигарха, заточенный на то, где взять деньги, где взять деньги, на мозг Менделеева, который был заточен на решение своей проблемы. И вот, оказывается, и тот, и тот выживает. Я вам хочу сказать, что выживание, выживание, инстинкты самосохранения, которые у нас в природе, в эволюции, да, у одного обращаются в инстинкты, значит, это зарабатывание денег, а у другого, то есть у него это созидание, понимаете? Нахапать больше, он у него, как говорится, капиталист по природе. Он что бы там не видел, как из этого деньги здесь лечь. А Менделеев, о чем бы он ни думал, да? Он думал, да, ну, условно говоря, о своей таблице Менделеева. Поэтому, когда человек засыпает, этому приснилось таблица Менделеева. Ну, потому что он об этом постоянно думал многие годы. Искал ответ на этот вопрос, что положить там восток. Олигарх думает о том, ну, и там, и там созидание, и там, и там выживание, и вот переход в сон, и я объясню вам кое-какие вещи. И, кстати говоря, вот этот контент, который я сейчас делаю, я придумал сегодня, именно потому что мне дали выспаться. Потому что меня так любят, оказывается, мне постоянно звонят и бабушки, и дедушки, у которых и инсульты, и бабушки, и дедушки, у которых вам же жить не на что, понимаете. Я им помогаю всем бесплатно, но звонки идут постоянно. Еще раз прошу, только после восьми вечера. Ну, сегодня мне дали выспаться, потому что, слава богу, поздравительные посылали. Там сотни поздравительные. Я просто хочу извиняться, что я не могу всем ответить. Да, ну, выспаться дали, и вот у меня, наконец, случился переход в сон, выход из сна по моему собственному желанию. Я выспался, и поэтому смог сделать контент. Понимаете, в чем дело? Вот когда вас все время рвут на части, вы не можете вот эти циклы совершить, а у нас будет вебинар, где я буду вам рассказывать и показывать, и мы все вместе в зуме будем учиться. Элемент ключ-3, который я давно обещал. Да, ну, называться будет по-другому вебинар, но там будет элемент ключ-3. Как использовать сон, чтобы решать свои ранее нерешаемые проблемы. И выживательные, и творческие. А теперь привет всем. Еще раз поздравляю. Я хочу, чтобы наша страна была трезвая, не только в плане вот этого, а еще и в плане вот этого. Поэтому, друзья, до встречи. Потому что настолько нас задуривают, настолько там нас делают эзотериками, парапсихологами, настолько сыпется вот это оглупление. Поэтому давайте отрезвляться. Я на любой вопрос отвечу. Как двигать тарелку на столе, не прикасаясь? Как двигать там бутылку на столе, как чтобы она сама опрокидывалась? Я все вам покажу, как это делается. Ну, это же такие фокусы. До встречи, друзья. А следующий ролик будет суперприем, который я обещал.